Здравствуйте! Меня зовут Мария Чугреева. Я представляю серию репортажей об известных и интересных людях, которые в самом образе жизни стремительны, уверены и надежны. Как хороший автомобиль. Да простят мне такое сравнение наши герои. Для каждого из них автомобиль имеет очень важное значение. Кому-то машина помогает успевать на съемки концерта и в спортивный зал. Кто-то на своем авто возит помощь детям-сиротам в больнице. А кто-то изнуряет своего железного коня, катаясь из Москвы в Тверскую область, чтобы восстановить в глухой деревне разрушенный храм. А сегодня мы узнаем о том, как связаны вождение и вдохновение. Свой автограф нам оставит известный поэт и автомобилист Александр Шаганов. Поэт-песенник Александр Шаганов родился в 1965 году. Хотя сочинительством занимался с 14 лет, будучи человеком скромным, и не гадал, что когда-нибудь сможет заработать стихами на хлеб насущный. Поэтому для верности окончил институт связи. Однако в 1986 году о скромном Саше узнали благодаря песне «Владимирская Русь» в исполнении Дмитрия Варшавского, ветерогруппы «Черный кофе». А уже в 1989-м Шаганов становится лауреатом конкурса «Песня года» за композицию «До завтра», романтично исполненную Димой Маликова. Несмотря на то, что стихи на его песне пели и поют Алла Пугачева, София Ротару, Иванушки Интернешнл, Анита Цой, Влад Сташевский, настоящую славу Шаганову принесли песни, написанные им для группы «Любэ». Здравствуйте, мои дорогие! Чай, кофе? Да, да. Проходите. Очень рад. И мы. Вот как замечательно, что вы приехали, сейчас попьем чайку-кофейку, и мне нужно начать свой день с поездки, отвезти архивы на дачу. Скоро лето, там у меня архивы, нужно будет пару чайбанатов отвезти. Вы мне создаете компанию. Обязательно, с удовольствием. Хорошо. Когда-то он написал песню «Станция Таганская», а теперь сам живет на Таганской улице. Часто после московского концерта обитатели столичного музыкального мира любят заскочить к нему на чаек, что, собственно, сделали и мы, и отправились в автопутешествие. Ну, собственно говоря, вот здесь ночует мой автомобиль. Как ты себя чувствуешь, дорогуся? Вроде хорошо. Так. Загружаемся. Архивы едут на дачу. Автомобиль «Фольксваген Гольф», который Шаганов называет пенсионерской машиной и абсолютным воплощением своей мечты. Удобно, надежно, негромостко в условиях московских пробок и отсутствия парковочных мест. А салон от света до обивочной ткани кресел сделан с учетом всех пожеланий хозяина. Человек с такой говорящей фамилией, как Шаганов, назовем в машине. Что ж. Я в 37 лет получил право. Я свел в вождение. Вот. Это, конечно, было волнительно. Я жил рядом с метро, и не было необходимости в машине. А потом приехал по другому адресу, и, в общем-то, уже нужно было как-то вот добираться автобусами. Поэтому я купил себе машину и начал, так сказать, движение. Во-первых, машину будешь? Конечно, машина. 99-я машина, ВАЗ, БМШ, боевая машина Шаганова. Кстати, я долго на ней ездил, вот так иногда меня останавливали, проверяя документы. Спрашивали, а что у тебя такая машина непритязательная? Я говорю, по зарплате, мои дорогие, что же мне такого непритязательного? Хорошая машина. Вот. Но, вот все-таки, в отечественном автопроме, к сожалению, не так много вот таких моментов, то, что называется, для облегчения вождения, для комфорта, а это все-таки очень важно для водителя. Вот. Нашим ребятам, автостроителям, надо потрудиться в этом направлении. Вот. Все машины хороши, когда они новые. Машина, я считаю, что она открывает человек совершенно по-другому. И у тебя такие возможности открываются. Вот в любое время, дня и ночи, ты свободен в своем передвижении. И если нужно, у тебя такое вот лирическое настроение, тебе нужно ехать даже в другой город. И три часа ночи, и полный бак бензина. И ты едешь, и спустя трое суток у тебя город Сузы. Золотая рожь, да, кудрявый лед, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь, да, кудрявый лед, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Хотя сам Саша вырос в столице, он считает, что жизнь в деревне или небольших городах чище и не засорена ненужной информацией. Дорога на дачу идет по Горьковскому шоссе. Можно ехать прямо, но через пробки. А можно в объезд, но через свалку. И хотя по этой дороге Саша колесит уже в сотый раз, удивительный пейзаж, политическая душа Шаганова, ну никак не принимает. Я остановил машину специально, чтобы ты обратил внимание на свалку и напротив такой дачный поселок. Я долго думал, чем руководствовались люди, когда выбирали себе место рядом с таким непритязательным видом из окна. Может они работают на этой свалке, может быть, надеюсь, что когда-нибудь здесь будет горнолыжный курорт. Все оказалось гораздо проще. Просто эти участки бесплатно выдавали ветеранам войны. То есть чиновники решили, что эти заслуженные люди, прошедшие такие тяготы войны, вот должны видеть из окон своих дачных строений. Такой замечательный пейзаж. Да. Можно сказать, замечательный в кавычках, да. Далее дорога приобретает милый сердцу вид и превращается в истинное удовольствие. Журналисты нарекли Шаганова современным Есениным. Видимо, именно от любви к деревенской жизни в его стихах такая забытая русскость. И всегда разное настроение. Когда баня, водка, гармонь и лосось, а когда золотая рожь да кудрявый лен. Саша говорит, что многие строки были навеяны дорогой и путешествиями. Из одной поездки в Белоруссию Александр привез хит 2004 года «От Волги до Енисея». Всегда, когда слушают песню, тоже звонкое настроение дорожное. Гармонь заливается, а лепе ходят горьбой, а милым улыбаются. Вот едешь, слушаешь песню на дальнем маршруте, нет ничего лучше. «От Волги до Енисея» «Над камень и счастье пометры» «Россия, моя Россия» Стихи – это все равно из моих путешествий, из моего передвижения по стране, из моих встреч в этих дорогах. Поэтому для сочинителя дороги очень важны. Надо их полюбить, а у нас, как говорится, есть что полюбить. «В машине пишешь?» В самой машине приходят мысли, может быть, какой-то образ. В машине лучше не отвлекаться, конечно, так вот. Но когда на дальний маршрут и пустая дорога, то, может быть, какое-то и словосочетание придет, и потом его разольешь дома. Вообще машина – это часть тебя. И вот я, когда выбирал свой автомобиль, на котором сейчас езжу, во-первых, все машины, на которых я ездил, они мне все дороги, их было не очень много. А эту машину я попросил, чтобы ее собрали по моему заказу. То есть там, я не знаю, обивка сидений, фары, которые должны стоять и так далее, и так далее. То есть вся каждая была проговорена история. То есть эта машина – продолжение меня. В холодном окне. Время конвейерной лентой. И все, что сейчас происходит во мне. Дача Шаганова – небольшой домик, похожий на сказочный, что к полю передам, а к лесу, извините. Вся философия дома заключена в том, чтобы в нем можно было просто отдыхать. А кирпично-черепичные хоромы Сашу пока не вдохновляют. Весь интерьер оформлен руками любимой жены и музы Кати, кстати, художницы. Архивы, которые мы благополучно довезли, пополнили коллекцию грамот, наград и подарков от военных, спасателей, пожарных и бесконечных поклонников. Александр, как поэт и теперь уже писатель, автор вышедшей недавно книги рассказов «Я, Шаганов по Москве», ни с одним изданием на своей полке расстаться не может. И помнит историю появления каждого. Посетили дачу, отвезли архивы, вдохновились полем, а теперь нужно направиться к читателям «Косомольской правды» онлайн, друзья мои, онлайн. Несмотря на удручающее состояние российских дорог, пока еще слабый автопром и повсеместное хамство наших водителей, Саша Россию свою любит, что постоянно доказывает своим песенным творчеством. На улицах Москвы В разное время суток, конечно, в пробках передвижения большого удовольствия нет. Люблю погонять вечерами, ночью. Погонять как-то, 80 километров. А раньше гонял? Ну, раньше мог там, да, что-то такое. Но сейчас вот предпочитаю такую, президентскую скорость, 80 километров. И вообще вот, когда люди передвигались не автомобилями, а ездили на лошадях, то скорость была 14, я не знаю, 16 километров в час. Вот, да, в Тарантасе, в этом, в карете. И сейчас машины, они, собственно говоря, передвигаются, так сказать, с такой же скоростью, если пробочное время. Я хочу сказать о том, что мало что поменялось. И поэтому, если вот такое движение интенсивное, что много машин, ну, расслабьтесь, почувствуйте себя человеком той эпохи, того времени. Простите, задайте вопрос, они чего-то так вот немножко, и я говорю, можно я задам вопрос, я сидел рядом с Колей. За рулем от многих своих привязанностей избавляешься. Вот, например, то, что называется, рюмочки, бутылочки. Первейшее правило, не садиться за руль, даже после 50 граммов хорошей компанины. Это серьезно или интернет на самом деле? Я, не, я вот один раз попробовал вождение в нетрезвом виде. Слава богу, маршрут был недалекий, и все обошлось хорошо, но я просто заорекся. Не валяй, дурака, Америка, вот те валенки мерзнешь, небось, что Сибирь, что Аляска, два берега. Баня, водка, гармоний, лосось. Баня, водка, гармоний, лосось. Новый год, наступил 1 января, пустой совершенно проспект, и Коля возвращается с работы после каких-то там концертов, значит, и это самое, говорит, вообще, пустой город. И вдруг, откуда ни возьмись, его останавливает такой весь запорошенный снегом, там, капитан милиции, таких необъятных размеров, и он говорит, так, берет у него права, и узнает его, и говорит, с концерта? Коля, говорит, с работы. Больше сегодня концертов нету? Коля, говорит, нету. Он говорит, ну, пока со мной 50 грамм не выпьешь, не отпущу. Выпил? А Коля говорит, а где мы-то с тобой выпьем? Смотри, тут вообще все кругом закрыто, там, пять часов утра, там. А он говорит, а вон, через дорогу моя машина стоит. Вот такой релически настроенный капитан, ему попался. После конференции Александр нанес визит вежливости молодому исполнителю, тоже Саше, только Яковлеву, кстати, участнику гонок на выживание. Тот в студии трудится над альбомом новых писем на шагановские стихи. Вот и дом. Да, наконец-то этот день бесконечный пророст. Спасибо, Саша. На самом деле, такой насыщенный, интересный день. Вы, наверное, все успели. Все успели, благодаря четырем ковесам. Спасибо, что меня сопроводили в этом огромном дне, опять же. Вот, я был рад быть с вами, Андрей. И мы так же. Оставь нам, пожалуйста, в автобусе. Ой, Бог с крайним удовольствием. Это так трогательно. Заканчивая день с обаятельным человеком и замечательным поэтом Александром Шагановым, хочется сказать его же словами. До завтра, до первых отблесков зари и до следующих автопортретов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok